Здравствуйте, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. В холодное время года для пожарных традиционно прибавляется работа. Горят частные жилые дома, дачи, бани, времянки. Причина известна о грубой нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок. Также халатность. С наступлением холодов увеличивается число пожаров в жилом секторе, а жители оставляют без присмотра электрические приборы, используют продукцию с нарушением теплофизической защиты, что приводит к замыканию или перегреву электропроводки, в результате чего и возникает пожар. По причине неосторожного обращения с огнем и использования самодельных удлинителей, к примеру. В частных домах основной причиной возникновения пожаров является печное отопление. Вот какая профилактическая работа проводится в данный период, и какие основные правила по пожарной безопасности на эти и другие вопросы, ответит мой сегодняшний гость в студии. Евгений Олегович Бадыгов, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара, управление надзорной деятельностью и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, прошли новогодние праздники, и январь уже позади. Скажите, пожалуйста, какова основная статистика с пожарами в Самаре, и, конечно, какие самые распространенные случаи возгораний? По сравнению с прошлым годом, в этом году произошло 111 пожаров, в том году было больше 164 пожара, погибло на пожарах в этом году 5 человек, в том году было 7 человек. Получили травмы в этом году 11 человек, в прошлом году 6 человек. Основные причины пожаров, они всегда стандартные, это аварийный режим работы электрической проводки, неправильное использование электрических приборов, халатность, как вы уже сказали, забывчивость граждан, и незнание требований пожарной безопасности. Вторая причина – это неосторожное обращение с огнем, неосторожное обращение при курении, детская шалость с огнем. Это вот такой блок серьезный причин пожаров. Но вот все-таки, если в общем и целом говорить, скажите, а чаще всего пожар происходит в многоквартирных домах, либо наоборот в частном секторе? Ну, как бы в Самаре у нас поровну, сейчас немножко больше уже многоквартирных домов, в частном секторе так же происходит. Но в частном секторе, как правило, тоже из-за электрической проводки, тоже из-за неосторожного обращения с огнем. Чаще в частном секторе горят бани, потому что граждане топят бани, оставляют и уходят, оставляют без присмотра, перекаливают печи, от чего и происходит загорание и крыш от трубы. И если затапливают печи предтопочного листа, скорее всего, нету, либо складируют что-то, либо растапливают печи легко воспламеняющимися жидкостями, отсюда и происходят эти пожары, от невнимательности, от оставления без присмотра. Скажите, пожалуйста, а какие строения попадают в так называемую зону риска? Скажите, вот новые строения, к примеру, человек построил у себя в частном доме баню, или, допустим, этой же самой бани, там, 15 и более лет. Что нужно делать, какие профилактические мероприятия проводить собственникам, чтобы не сгореть? Ну, прежде всего, необходимо обращать внимание на те же самые электрические сети, чтобы они были без повреждений, чтобы нигде ничего не искрило. На печь обратить внимание, чтобы нигде не было прогаров в печи, особенно в старых печах, да, не обращают внимания, прогары образуются, на них не обращают внимания, и от этого может произойти пожар. Также, если это новые строения, уже построенные, необходимо, если они, ну, сами, если граждане строят, то по всем ли нормам и требованиям построено это помещение? Вот, поэтому, как бы, те, кто сами строят, это, конечно же, ответственность самих людей, как они это сделали и построили. При установке печей, либо электрического оборудования, конечно же, лучше пригласить специалистов, которые все это обследуют и вынесут вердикт, так сказать, правильно построен, либо нужно перестраивать. А специалисты, разбирающиеся в каких тонкостях, это электрик должен быть, либо это, да, ну, печник, который все эти сооружения правильно устанавливает, и вообще вот хозяевам, какую профилактическую работу нужно проводить ежегодно, чтобы не допустить возгораний? Ну, ежегодно так же, вот мы уже сказали, то, что специалистов необходимо вызвать, и самим самообследование проводить, и даже не ежегодно, это лучше перед каждым фактом эксплуатации этого оборудования, бани, да, необходимо осмотреть, осмотреть те же самые прогары, тяга ли есть. Вот, поэтому... Ну, не будем исключать еще и несчастные случаи, когда, к примеру, вот, ну, уголек даже залетел под крышу, и произошло возгорание, верно? Конечно, так же труба может прогореть, и искрогаситель должен быть на трубе установлен, чтобы в случае сильного возгорания в печи искры гасились, они вылетали наружу. Да, скажите, ну, вот вы сейчас слово такое интересное сказали, искрогаситель, а ведь существуют, да, ну, так называемые современные гаджеты для отопления и бань, и печей, и, я не знаю, в доме можно установить специальные такие приборы, которые предотвратят возгорание? Автономные пожарные извещатели. К примеру? Да, к примеру. Это такой прибор, который работает на батарейках, он реагирует на появление дыма, и оповещает людей громким писком, громким звуком. Также эти приборы не только в банях необходимо устанавливать, а в своих квартирах установить, чтобы он ночью вас поднял в случае задымления. И если есть под рукой огнетушитель, то можно избежать возникновения пожара, если вдруг он возник. Вот, поэтому автономный пожарный извещатель это очень современный метод борьбы с пожарами, самостоятельный, можно предотвратить возникновение пожара. И давайте остановимся поподробнее, каким образом все-таки обезопасить себя от пожаров в собственной квартире, в частном доме, ну и, конечно, в бане. Приобретите огнетушители. Огнетушители – это первичные средства пожаротушения. Если он под рукой, вы всегда сможете потушить пожар, возникший, и локализовать, так сказать, без его дальнейшего развития. А пожарный извещатель, он даже в бане, если возникнет пожар, он будет слышно даже дома. На расстоянии там 10, 15, 30 метров от дома. Будет слышно, и он громко пищит. Вот, он вас оповестит. Даже вот моя квартира, она вся оборудована пожарными извещателями. Есть огнетушитель. Это не в силу того, что я работаю в МЧС, и меня заставили это сделать. В силу того, что я знаю, каким бывает разрушительным пожар, какие последствия он может нести. Он не только ущерб причиняет, но и отнимает жизни. Жизни близких, к сожалению, даже очень часто детей. Сразу, Коль уж мы с вами об этом заговорили, приобрести все эти средства можно в специализированных магазинах. В специализированных магазинах сейчас можно даже на маркетплейсах заказать. Это будет примерно стоить 2000 рублей, что несоразмерно вообще по ущербу, который может причинить пожар. Ну, конечно. Ну, а разобраться в правилах установки несложно. Несложно. Вставить батарейки и просто положить его где-нибудь, где вы считаете, что какой-то зоны риска у вас есть в квартире, на кухне, в комнате, там, где много розеток. Поэтому, как бы, еще обращать внимание необходимо, конечно, на запахи. Если пахнет проводкой, если моргает свет, на это необходимо обращать внимание. Значит, что-то не так. Значит, уже нужно приглашать специалиста, чтобы он разобрался, в чем дело. Если вышибает свет в квартире, допустим, это тоже может означать, что с проводкой что-то не так. Поэтому, как лайфхак, могу посоветовать, если вас приглашают в гости, либо на новоселье, на день рождения, очень будет оригинально подарить пожарный извещатель и огнетушитель. Это будет знаком заботы о жизни, здоровье ваших друзей, знакомых, близких. Поэтому это будет очень оригинально и интересно. Не могу с вами не согласиться, но и спросить хочу, а как вообще на сегодняшний день обстоит ситуация с бытовыми пожарами в Самаре? Ну, это в основном бытовые пожары. 80% всех пожаров происходит в жилье, и 90% всех погибших, пострадавших также происходит в жилье. Уже повторюсь, что это из-за забывчивости, незнания требований пожарной безопасности людей, которые забывают, уходя из дома, выключать электроприборы, гасить свет, оставляют на ночь заряжаться подзаряжаемые гаджеты различные, которые также составляют зону риска возникновения пожаров. Поэтому всех призываю, взрослых, родителей, не оставляйте детей от них дома, всегда помните и всегда знайте, чем они занимаются, обучайте не требованиям, а правилам пожарной безопасности для детей, элементарным, что нельзя с электрическими приборами, нельзя с источниками открытого огня баловаться спичками и тем же самым. Также не забывайте про своих престарелых родителей, которые зачастую тоже бывают как дети, и навещайте их почаще. Ну вот, кстати говоря, по поводу обращения с зарядными устройствами, вот вы сказали, что не оставлять их в розетке, а ведь зачастую так и происходит, зарядное устройство постоянно находится в розетке, а вот какие последствия может привести, каким последствиям, вернее, может привести оставленное зарядное устройство в электрической розетке? Ну вот были случаи, что снаружи вроде зарядник так же, он целый, все нормально, а внутри, мы же не знаем, что там внутри, там может быть поврежден какой-либо провод или еще что-то, он может нагреваться. То есть, если вы трогаете его, он горячий, значит... Горячий просто, даже если телефон не подключен, а просто блок, да, питания нагрелся, то это уже означает признак неисправности. Да, либо обращать внимание, что их же дергают постоянно, таскают, провода повреждаются. Тоже, а, ничего страшного, вроде поврежденная проводка, ничего страшного. Так же может происходить короткое замыкание, особенно если подключен какой-либо гаджет, происходит зарядка, может происходить... Особенно если в пилоты очень много подключено других потребителей, это также может вызвать... Перегрев. Перегрев, повышение напряжения, и эти пилоты тоже зачастую горят. Зачастую горят, воспламеняются. Прежде всего, конечно, нужно обесточить, прежде чем тушить. Обесточить электрический прибор, потом только принимать какие-либо меры потушения, потому что можно получить еще поражение электрическим током. Ну вот, к этому перейдем немножечко попозже, но все-таки спрошу, что, на ваш взгляд, еще является распространенной причиной возникновения пожаров именно вот в зимний период, если мы сейчас с вами говорим об этом? Электрообогреватели. Потому что холодно, люди начинают греться электрообогревателями, но также здесь причиной может быть газовая оборудование. Так же греются еще зажженными комфорками газового оборудования. Бывает, что на плите погасла комфорка, люди погасли, зажгут заново, а газ уже набрался в комнате. Из-за этого может произойти взрыв. Это если маленькое помещение, до скольких квадратных? Достаточно 10-15 метров квадратных. А если долго она потушенная уже, то быстро наберется. Если еще, к примеру, закрыты окна и двери. Человек же ведь почувствует сразу концентрацию газа в воздухе. Я думаю, что бывают действительно такие случаи, когда и чувствуется газ, и люди все равно включают. Но это же прям очевидно, что это небезопасно. Бывает и не могут почувствовать. А вдруг чувство обаяния у человека слабое. Поэтому всегда нужно обращать внимание, там же есть газовые эти комфорки, которые закручены, там же видно, что она включена. Что не на нуле стоит, а что включена. Поэтому и как бы надо всегда проверять это. Не зажигать, а проверять всегда. Нужно необходимо проветрить помещение. А если все выключено и пахнет газом, тогда нужно вызывать специалистов по газу. Номер 104 газовой службы. В этом плане сейчас электрические плиты, конечно, безопаснее, чем газовые. Либо тоже несет в себе какую-то опасность. Ну, как правило, электрические плиты, они оборудованы специальными средствами предотвращения коротких замыканий. Поэтому здесь только если какая-то неисправность возникла, если брак какой-то заводской. Но тоже может стать причиной пожара. Да все, что угодно может стать причиной пожара. К сожалению, вот еще главная проблема наша в том, что люди не верят в то, что это может произойти с ними. Это может произойти с кем угодно. Поэтому как бы всегда необходимо быть готовым к этому. И помнить, уходя из дома, как говорится, гасите свет и присядьте на дорожку. Подумайте, все ли вы выключили. Я уезжаю, когда из квартиры, у меня только холодильник подключен к розетке. Все остальное, я даже газ перекрываю и воду перекрываю. Потому что это все может чрезвычайно в какую-либо ситуацию привести. Вот, поэтому... Давайте напомним про правильное пользование электроприборов. Недаром вы об этом сказали. Тоже, да, очень большой риск несут в себе они, если, к примеру, также неисправны, или если ими неправильно пользоваться. Вот основные правила, напомните, пожалуйста, Евгений. Все очень просто на самом деле. Смотреть необходимый электрический провод, который соединяет розетку с электрическим прибором, чтобы он не был поврежден. Также смотреть электрическую розетку, к которой он подключен. Не мотается ли она на проводах. Потому что зачастую бывает так, что... Ну, мотается, работает же. Работает, работает. Вот, поэтому надо, чтобы были исправные розетки, чтобы были исправные провода этого электрического прибора, чтобы эти провода не проходили нигде под коврами, чтобы на них не стояли предметы мебели горючие. В коем случае на электрических обогревателях нельзя ничего сушить, никакие текстильные предметы, вещи, обувь. Ставить рядом с занавесками, с предметами мебели с горючими. Вот, поэтому, как бы, они простые все эти правила. Не забывайте никогда выключать из розетки, не оставляйте без присмотра, не разрешайте детям играть с этими электрическими приборами. Все эти правила простые. Ну, вот, если бы вы эти правила сказали, к примеру, мне, ну, лет 10-15 назад, я бы действительно так прониклась. Но, мне кажется, сейчас такие современные электроприборы, и они, не знаю, защищены вот от возгорания, нет? Они защищены, но мы все не защищены от брака, от какого-то раз в год, как говорится, и грабли-стрели. Поэтому всегда нужно быть готовым к этому. Да. Ну, и, конечно, ваше ведомство проводит очень часто профилактические рейды, направленные на противопожарную безопасность, на работу с гражданами. С гражданами вы ходите, раздаете памятки, листовки, об этом вы не расскажете, но только после того, как мы посмотрим видеосюжет, который я снимала вместе с вашими коллегами. Это было в прошлом году, но актуальности он не потерял внимания на экран. Почти 70% от общего числа пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем, утверждают специалисты. Чаще всего возгорание происходит из-за аварийного режима работы, электрического оборудования и сетей, а также неправильной эксплуатации печного оборудования. Длинная доля этих пожаров приходится на частный сектор. И связано оно как раз с неосторожным обращением с огнем, это разведение от этого огня, либо неправильная эксплуатация электронагревательных и электрооборудования. В ходе рейдов специалисты обращают внимание на состояние электропроводки и безопасную эксплуатацию оборудования. Рассказывают, чем может грозить перегрузка электросетей, и что может произойти, если своевременно не заменить уже ветхую электропроводку. Жителям вручают памятки по соблюдению мер противопожарной безопасности с подробным описанием действий в случае возгорания и номерами экстренных служб. Рейды в частном жилом секторе сотрудники МЧС проводят регулярно. К проверкам люди обычно готовы и относятся к ним с пониманием. В принципе, ничего нового, потому что мы все это знаем уже. Так как мы здесь живем, опасаемся очень пожаров, сами все это видели своими глазами. Это очень страшно, поэтому стараемся все меры соблюдать. В прошлом году сотрудники МЧС провели более тысячи подобных рейдов на территории региона. Особое внимание уделили частным домам с печным отоплением. Важно, что сотрудники МЧС проводят эти проверки. У меня все исправно. Пожар не случится. Итак, попрошу вас рассказать о важности проведения вот как раз профилактических рейдов для граждан. Как вас встречают? Нас встречают всегда с улыбкой, они рады, что мы пришли. Для них мы очень интересные люди. Люди выходят, интересуются, зачем мы пришли. Мы им рассказываем простые правила пожарной безопасности. Раздаем памятки, вручаем. Мы считаем, что такие мероприятия, они непосредственно воздействуют на человека. И человек уже после такой встречи, он, возможно, никогда уже не забудет нашу встречу. И всегда будет помнить. Как минимум пойдет, наверное, в данный момент проверить и свои электроприборы, и газовое оборудование, и так далее. Да, и в следующий раз уже эксплуатирую все эти приборы, бани, и так далее, и печи. Он уже будет помнить об этой встрече, и о том, что ему говорили. В конце концов, возьмет нашу памятку, еще раз прочитает. Поэтому эти рейды мы проводим регулярно, проводим в частном секторе, проводим в садовых и дачных товариществах. Особенно перед началом пожарного периода, противопожарного периода. Особенно когда граждане на дачах начинают скапливать мусор, сжечь мусор на дачах, что категорически запрещено. И так же проводим и в жилом секторе, это отдельные категории граждан, это многодетные семьи, неблагополучные семьи, одинокие престарелые граждане. Мы часто очень посещаем их, рассказываем также о пожарных извещателях. Также в Самаре существует программа, которая предусматривает раздачу этих пожарных извещателей бесплатно тем категориям граждан, которые я сейчас назвал. Поэтому некоторые даже просят, а помогите, а как установить, а куда установить, а как пользоваться огнетушителем. Поможем, расскажем. То есть все подсказываете, помогаете. В интернете очень много роликов, как это все работает, как пользоваться правильно огнетушителем. Но мы, конечно же, еще тоже на пальцах все это показываем, рассказываем. Пользоваться огнетушителем очень просто на самом деле. Выдернуть чеку, нажать на спусковой крючок и направить раструбку в источник пожара. Но если все-таки пожар случился, извещателя, к примеру, нет и вот уже, как говорится, пожар в самом разгаре. Скажите, а насколько быстро сейчас приезжают пожарные на пожар? У нас есть нормативное время прибытия пожарных подразделений. В черте города он составляет 10 минут. За городом 15 минут. То есть в течение 10 минут они обязательно должны приехать, развернуться и уже начать тушение. Мы, кстати, давайте-ка вот вспомним. Мы с вами встречались перед Новым годом и говорили о противопожарной безопасности при использовании гирлянд, различных фейерверков и так далее. Как прошли новогодние мероприятия? Все ли гладко? Послушались ли вас, наши уважаемые телезрители, разводили ли фейерверки на специально-мородных площадках? Либо все-таки были зафиксированы нарушения? Вы знаете, были зафиксированы, конечно, нарушения. Этими нарушениями занимаются административные комиссии, администрации внутриградских районов. Но, к счастью, пожаров от пиротехники не было зарегистрировано, не было выездов. Поэтому это вот к большому счастью. Сюда здесь бы хотелось бы мне напомнить о том, что в квартирах ни в коем случае пользоваться тоже пиротехническими изделиями нельзя. Теми же самыми бенгальскими огнями. Сейчас очень модно вот на торты делают свечи пиротехнические специальные. Раньше это просто подожгли, задули и вроде как все. А здесь свечи применяют такие, как бенгальские огни, и они выкидывают фонтан, искры, может даже до 30 сантиметров достигать. Вот. И это вполне может стать причиной возникновения пожара. Особенно, если у вас собрались гости, особенно, если очень много людей. К примеру, даже несколько роликов я видел в интернете, как загорается елка. Точно так же может и штора загореться, точно так же может одеяло. Вот от этого фонтана бенгальского, да? Вполне, если он упадет, если он достанет, там, допустим, у вас какие-то... А если он еще и не один? Да, если он еще не один. А если с потолка еще что-то свисает, какие-нибудь красивые блестючки и так далее, там, по-другому. Вот. Пожар развивается очень быстро и молниеносно. Даже не все смогут покинуть помещение горючее. Поэтому, прежде чем применять какие-либо пиротехнические изделия дома, сто раз лучше подумать. Да. И лучше применить какие-либо, я не знаю, негорючие. Ну, более безопасные, да? Средства, традиционные свечи. Традиционные свечи. Ребенок загадал желание, 30 секунд, буквально он задул, и все прекрасно. Ну, и, конечно, чтобы рядом был обязательно контроль взрослых. Да, обязательно. Да. Ну, что же, Евгений, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего разговора. Я хочу предоставить вам заключительное слово. О чем стоит помнить и знать? Именно в зимний период, если мы с вами сегодня говорили, о противопожарной безопасности, как дома, в квартире, ну и, конечно, в бане, на даче, за городом. Прежде всего, к пожарной безопасности необходимо относиться с полной серьезностью. С полной серьезностью, с полной отдачей и всегда помнить о ней. Всегда помните, какую опасность могут нести электрические приборы, никогда не используйте источники открытого огня в квартире, всегда отключайтесь электрические приборы. Также обращайте внимание на газовое оборудование и помните, что наша ответственность – это и также и пожарная безопасность. Помните о пожарной безопасности. Ну и все-таки, наверное, главный совет, если вдруг вы обнаружили у себя неисправный электрический прибор, ну или подозреваете, что, вот, к примеру, неисправная электрическая проводка, все-таки нужно вызвать специалиста. Нужно отказаться от использования дальнейшего этого электрического прибора, либо отдать в ремонт, чтобы сделали, либо приобрести, конечно, новое оборудование. И также здесь хотелось бы добавить, что никогда не пользуйтесь кустарными электрическими приборами, никогда не пользуйтесь самодельными электрическими приборами. Даже если вы в себе на 100% уверены, не будете 100% уверены в том, что от этого электрического прибора не будет пожара. Ну что же, спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну и, наверное, самое главное пожелание сегодня – берегите самое ценное, что есть у вас – это жизнь. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!